Весна пришла, в селе Татарской Тумбарла готовится к поводку. Но в этом году чувствуется, что снега много. В этом году еще раньше начали. То есть мы уже это переживали несколько раз. Большой юбилей в Бавлинском районе поздравляют долгожителей. Выявили лучших. В Центральной мечети прошел конкурс чечецов на МАЗа. В зону затопления в Бавлинском районе попадают 7 населенных пунктов. Там продолжается работа по подготовке к весеннему поводку. О том, как жители села Татарской Тумбарла готовятся к встрече с водой в нашем следующем сюжете. Весна еще только вступает в свои права. Температура воздуха до минус 10 градусов ночью при плюсовой температуре днем спасает от резкого таяния снега и подтопления. В селе Татарская Тумбарла под угрозой подтопления находится 40 домов, в которых проживают 70 человек. В основном от затопления страдают жители улиц Гагарина, Чапаева, Ленина и Советская. Река Тумбарлинка, протекающая через село, пока покрыта льдом и толстым слоем снега. Хотя в некоторых местах, где проводилось чернение русла реки, уже видны проталины. Первым делом мы открыли переулки все. Это больше 10 переулков. Нам выделяют технику ООО Барляк, гусеничную технику, чтобы открыли переулки. Также буквально позавчера вызывали экскаватор, чтобы открыть водопропускные трубы. Открыли в данный момент около 16 водопропускных труб. Также сейчас продолжается работа по очистке самих водопропускных труб, потому что в течение года снег забивается, открываем потихоньку. В селяне и сами готовятся ко встрече с водой. Вдоль улиц они прорыли каналы, чтобы талая вода стекала в реку, минуты и в дома. Начали поднимать картошку с погребов. Предметы быта повыше. Житель улицы Гагарина Рамиль Шамсулин к весеннему половодью начинает готовиться уже с осени. 2011 год, когда река затопила все его хозяйство, научил быть предусмотрительным. Поднимается вот примерно до сих пор, когда потоп. Сантиметров 50-60. Вот поэтому все это поднимается, поднимается, убирается. Вы уже начали подготовку, я скажу? Ну, начали, потому что мы уже это пережили в 2011 году. Это в каждой комнате, в каждом сарае, зерно, столы, стулья и дома тоже самое. Не каждый год, а примерно мы уже чувствуем, когда будет. Ну, стараемся каждый год вообще-то. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Сильного паводка в татарской тумбарле не было с 2012 года. Хотя снега нынче выпало в два раза больше, чем в прошлом, жители села надеются, что в этом году удастся избежать затопления. Лесен Галимова, Артем Артемьев, Бавлинское телевидение. В мультимедийную редакцию «Бавлоинформ» через социальные сети поступило сообщение о жителе северо-западной части Бавлов. Жители дома номер 19 по улице Зиновьева пожаловались на неочищенную от снега парковку для лиц с ограниченными физическими возможностями. Проблемы разбиралась Индира Сайфулина. По словам Сабины Фахриевой, территорию дома по улице Зиновьева номер 19 за всю зиму от снега очистили всего лишь один раз. Последний раз нам чистили снег, это получается на той неделе в пятницу или в четверок. Попросили на то, чтобы почистили парковку для инвалидов. Нам сказали, что у нас времени нет, мы приедем в следующий раз. Ждали на следующий день, думали, что приедут. Здесь машины ставить вот негде. И разворачиваться тяжело. В итоге он сказал, жалуйтесь куда хотите. Нам тоже за весь зимний период почистили всего лишь один раз. И все, больше здесь не чистили. Здесь парковка для всех жителей получается. Парковка вся нечищенная. Дороги плохо прочищаются. Вот они основную прочистили и все. Тротуары тоже не чистятся. Ну, в связи с несвоевременной расчисткой снега у нас затруднен проезд на парковке. Так как машина у нас тем более низкая. И страшно проезжать местами. Особенно вот здесь вот у нас на парковке длини очищены. И на выезде с территории Зиновьева очень большие наледи. И боимся проезжать. Хотелось бы, чтобы своевременно расчищали дорогу. На дворе действительно имеются заснеженные места. Но на большей части территории снег уже растаял. По словам директора управляющей компании, обслуживающей данной территории, Дамира Файзулина, на этой улице дорога содержится в порядке. На парковку можно въехать и выехать. Эмиль Байрамов, Индира Сайфулина, Артем Артемьев, БРТ. В зале заседания совета состоялось расширенное заседание муниципальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Баблинском районе. В его работе приняли участие руководители района, представители дорожных организаций, директора школ, руководители дошкольных образовательных учреждений. Подробности далее. В начале заседания с докладом о произошедших в районе ДТП выступил начальник госавтоинспекции Рамис Галеев. По его словам, основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются нарушение расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение правил дорожного движения пешеходами, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С начала текущего года в районе зарегистрировано одно ДТП. Водитель, совершавший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадали два человека. В текущий год на территории Бавлинского района зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с прошлым годом увеличилось с двух до семи, при котором три человека погибло, что увеличилось с нуля до трех. Десять человек получили телесные повреждения различных степеней тяжести. Увеличилось с двух до десяти. На заседании также подробно обсудили недавние дорожно-транспортные происшествия в 27-м микрорайоне. Напомним, в нем пострадал несовершеннолетний ребенок. В этом вопросе вынесем решение о установке заборов ограждения на данном участке, потому что мы часто ездим на этом промежутке дороги и часто видим, что люди выходят с остановки и идут прямо мимо светофора, мимо пешеходного перехода, напрямую, чуть ли там, ну, от дороги в дороге, прямо по проезжей части. Поэтому это очень опасный участок дороги. Я думаю, Волговятка прислушивается к нашему решению и примет решение. Ну а со стороны директоров школ, учреждений я обращаюсь к коллеге. То есть мало того, что нужно работать с нашими детьми, надо еще работать с их родителями. Методист районного отдела образования Анастасия Еремеева отчиталась о проведенных мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения среди учащихся и дошкольников. Такие мероприятия организовываются в течение года. Во всех общеобразовательных учреждениях функционирует паспорт дорожной безопасности. Прекреации школ в соответствии с методическими рекомендациями по организации обучения учащихся основным безопасным поведением на улицах и дорогах оформлен информационный степп по безопасности дорожного движения. В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного движения. Стенды используются для оперативной информации, где размещены совет учащихся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП. По итогам заседания комиссии будут приняты решения по повышению безопасности дорожного движения в Бавлинском районе. Индира Сайфулина, Артём Артемьев, БРТ Большой юбилей в кругу родных и близких отметила ветеран педагогического труда, вдова участника Великой Отечественной войны Ильгизия Шайдулина. С большим юбилеем ее поздравило и руководство района. Ильгизия Шайдулина с юбилеем пришли поздравить исполняющие обязанности главы Бавлинского муниципального района Ренат Хамедуллин, кава Тумбарлинского сельского поселения Ильвир Емалединов и директор Татарско-Тумбарлинской школы Рамзия Самигулина. Ренат Хамедуллин вручил долгожительнице поздравить на открытку президента России Владимира Путина и цветы. Ильгизия Салиховна всю свою жизнь посвятила сфере образования. В Татарско-Тумбарлинской школе проработала 32 года. Педагогический стаж составляет более 35 лет. Пришлось мне преподавать и немецкий язык, и географию, и музыку, и изобразительное искусство. С мужем вырастили замечательного сына. К сожалению, супруг и сын давно покинули этот мир. Сегодня долгожительница радуется двум внукам и одному правнуку. Ее опора во всем – невестка и любимые внуки. Юбиляша была искренне тронута вниманием и порадовала гостей игрой на любимом музыкальном инструменте. На юго-востоке Татарстана африканская чума свиней пока не затронула только Бавлинский район. Вспышка африканской чумы свиней среди кабанов зафиксирована в близлежащих с Бавлинскими районами – в Альметьевском, Заянском и Елабужском. В Бавлинском районе не так много свиноводческих хозяйств. В крестьянско-фермерском хозяйстве Минулин содержится 845 голов свиней, а в личных посудных хозяйствах всего 218. По словам начальника Госфетообъединения Ильша Тагаязова, в прошлом году отстреляли более 43 диких кабанов. Анализы не подтвердили наличие у них вируса африканской чумы свиней. В этом году отстрел не производили. Чума представляет опасность лишь для домашних животных. Люди и другие млекопитающие не заражаются данным вирусом и не являются переносчиками. Африканская чума свиней, легко протекающая вирусная болезнь, она затронула и наш регион. В Татарстане последний случай был в Заянском районе. После обнаружения, выявления, то есть африканской чумы в Заянском районе, объявили карантин, разделили на угрожаемые зоны. Первую угрожаемую зону, вторую угрожаемую зону, вторую угрожаемую зону в радиусе 100 километров. На юго-востоке единственный наш район остался, не затронувший. Если попадаешь в угрожаемую зону, то уже практически вся продукция животноводства, все корма, все эти переходят по особый контроль. Объявляет опять затруднение перевозки, передвижения, выписывания справок, продажи. На сегодняшний день на ярмарках у нас и так уже запрещены продажи свиноводческой продукции. Во избежание распространения опасной болезни ветеринары запретили свободный выгул животных. Севиноводческие фермы работают в строгом закрытом режиме. Также гражданам, занимающимся разведением свиней, на личном потворье следует держать их в заперте. Ни в коем случае нельзя допускать контактов с животными дикой природой. Индира Сайфулина, Артем Артемьев, БРТ. В центральной мечети Гали Бавлов прошел районный конкурс по чтению намаза. В нем приняли участие мальчики и девочки в возрасте от 7 до 14 лет. Подробности в нашем следующем материале. Всего на конкурс пришло около 15 детей. Мальчики и девочки проходили этапы конкурса отдельно. Участник конкурса Юсуф Хальфудзенов начал изучать Коран в 5 лет. Я приехал из села Кызлыяр. С волнением готовился к сегодняшнему конкурсу. Изучать аяты Корана начал в 5 лет. В таких конкурсах участвую не в первый раз. По словам отца Юсуфа Феониса Хазрата Хальфудзенова, чем раньше начинаешь учить ребенка, тем лучше. Юсуф ходил со мной в мечеть и учился читать. Конечно, научить маленького ребенка непросто, но я думаю, у каждого родителя есть свой подход, свои приемы. Считаю, что такие конкурсы очень необходимы. Ведь когда дети участвуют один раз, им хочется учиться лучше остальных. Сам по себе конкурс является стимулом для получения религиозного образования. Такой конкурс проводится в нашем районе уже во второй раз. Впервые его провели в 2019 году. В прошлом году из-за пандемии не смогли собрать детей. И в этом году стараемся соблюдать все санитарные требования. По итогам конкурса среди мальчиков в младшей группе первое место занял Ахмад Шайдулин. Среди мальчиков постарше первое место занял Юсуф Хальфудзенов. Среди девочек в младшей группе первое место удостоилась Зайна Пахамитова. А среди девочек в старшей группе Фатима Хальфудзенова. Индиры Сайфулина, Артем Артемьев, БРТ. Она не может представить себя человеком другой профессии без детей, нуждающихся во всякой защите. Герой нашего сегодняшнего сюжета, заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан Гульнара Сабитова. Гульнара Сабитова проработала в учреждении социального обслуживания более 30 лет. Из них более 22 лет заместителем директора в социальном приюте для детей и подростков «Семья». Начала свою трудовую деятельность здесь. Здесь был детский сад «Белоснежка» 31 год тому назад. Потом нас перепрофилировали 22 года тому назад в 1998 году в социальный приют «Семья». И вот с тех пор от воспитателя до заведующей отделения, а сейчас в данный момент замдиректора, я работаю в данном учреждении. Для меня социальная работа – это состояние души. Каждый человек может попасть в трудножизненную ситуацию. Если взрослый может найти выход из этой ситуации, то ребёнок всё-таки остаётся, который столкнулся с трудностями в незащищённой атмосфере. Но чужих людей не бывает. Каждое утро начинается с обнимашек. В материнской любви и ласке особенно нуждаются девочки, которые временно проживают в приюте. По словам Гульнары Сабитовой, всё, что связано с детьми, воспринимается через душу и сердце каждого работника социального приюта. Они оказывают прибывшему ребёнку максимальную поддержку в процессе освоения новых условий, обсуждают с ребёнком различные вопросы и проблемы и стараются сделать так, чтобы дети чувствовали заботу, любовь и доброту взрослых. Куда это делали? Водили. Водили. Туда вниз, в нижней воду. Всё там делали. Мультики смотрели. Там мультики смотрели. И мне там сварить, мне такая разделочка была. И мне тоже всё нравится. Да, танцевали всё. Наша Гульнара Анифовна добрая, смелая, умная, хорошая, трудолюбивая и во всём всегда рада, помогает. Если к ней прийти за советом, она всегда всем поможет. Осуществляя контроль и руководство, оказывая методическую помощь специалистам, Гульнара Анифовна умело выявляет и поддерживает лучший и передовой опыт работы. Она осуществляет наставническую деятельность в учреждении, организует и постоянно отслеживает творческий рост каждого специалиста и педагога. С её помощью ежегодно социальное учреждение принимает участие во всевозможных конкурсах, в программах и грантах. Ежегодно со специалистами мы принимаем активное участие в республиканских социально-культурных проектах «Паула Куэлл». Например, в 2016 году в номинации «Спорт» за проект «Спортивный городок» мы получили грант. И также танцевальные аэробики. Это на сумму 100 тысяч рублей. В 2017 году участвовали уже с проектом по социальной адаптации детей. Это «Юный поварёнок». Тоже был получен грант на сумму 50 тысяч рублей. По словам Гульнары Сабитовой, самые волнительные моменты – это когда дети-воспитанники, уже будучи взрослыми и успешными людьми, посещают приют. Это результат их любви и заботы к детям, которые когда-то временно жили в приюте. Требовательная, тактичная, любящая своё дело Гульнара Сабитова пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и своих подопечных. Индир Сайфулина, Эмиль Байрамов, БРТА. В Доме культуры имени Муса Джалеля прошёл долгожданный фестиваль школьной лиги игр КВН. Подробнее материали Марии Кандауровой. Из ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, встреча получилась действительно долгожданной. Игры клуба «Весёлых и находчивых» не проводились целый год. А подготовка школьников к фестивалю началась за месяц до него. Я жду от игры очень весёлых и активных эмоций. А так все у нас настроены, готовы, заряжены по полной играть в КВН и показывать шутки. В игре приняли участие команда городских школ, команда Бавлинского горожанного колледжа и гости школьной лиги, сборная команды из посёлка Урусум. Организатор игр школьной лиги КВН – многопрофильный молодёжный центр «Яшляр Даниасы». Дельская школа, к сожалению, из-за отдалённости, из-за частных репетиций, которые они не могут посещать, пока не принимает участие. Тема этих игр звучала как «КВН – прививка от скуки». Игры состояли из трёх конкурсов. Визитная карточка, дуатлон, состоящий из традиционной разминки биатлона и конкурс миниатюр STEM. Девушка, это больница? Да, это больница. Скажите, пожалуйста, до скольки вы работаете? До семи часов. До каких семи часов? Если вот передо мной вывеска, приёмный покой, я стою там несколько часов, не могу туда попасть. Девушка, там, где вывеска, приёмный покой, там давно ремонт, мы там не работаем. Нужно было пообойти с торца здания, зайти в подвал, повернуть налево, там была кафешка, обойти кафешку, подняться на второй этаж, там было педиатрическое отделение, спуститься вниз и направо, всё, так сложно. По итогам игры первое место завоевала команда школа номер 6 «Молодая гвардия». Звание миссис КВН и мистер КВН также достались членам команды «Молодая гвардия» Карине Галимовой и Данилу Никифорову. Теперь командам снова предстоит встретиться в новом сезоне игр КВН в ноябре, чтобы побороться за звание чемпиона школьной лиги. Мария Кондаурова, Эмиль Байрамов, Бавлинское телевидение. Лопаты, мётла поменяли на мячи и стафетные палки. Бавлинские работники ЖКХ собрались на традиционную спартакеаду. Мероприятие также посвятили 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На спортивном празднике побывала и наша съёмочная группа. С палкой нужно не только бежать, но каждый раз перепрыгивать через неё всей командой. Это эстафета с палками и прыжками. Команда тепловиков в этом виде состязания немного отстала от своих соперников, но веру в победу не потеряла. В первом раунде мы немного подались, но в следующем раунде мы уже, конечно же, догоним и обязательно победим. Всем удачи! Команду управления по благоустройству города отобрали самых быстрых работников. И болельщики у них самые активные. Члены нашего коллектива – 8 человек, которые более сильные и считают, что они способны участвовать в данных спортивных мероприятиях и победить. Большую спартакеаду работников ЖКХ организовывает городсполком. Укреплять здоровье профессиональный праздник придумали 5 лет назад. Ежегодно празднуется 3-е воскресенье марта – это день ЖКХ, день работников жилищно-коммунального хозяйства. Его проводим, организовываем, проводят в разные ракурсы, иногда концерты, иногда спортивные мероприятия. Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают город водой, газом, теплом, светом, содержат улицы в чистоте и порядке. Сегодня в этой сфере заняты более 500 человек. Огромные слова благодарности за их каждодневный труд выразили первые лица района. Самые лучшие работники получили награды. В спартакеаде в этом году приняли участие 8 команд. Состязания прошли в 10 видах спорта. В результате первое место завоевала объединенная команда энергетиков. Победители наградили кубком, медалями и грамотами. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Следующий выпуск новостей смотрите в четверг, 1 апреля. О том, какая погода ждет бавлинцев в ближайшие два дня, расскажет воспитанник приюта семья Даниэр Резванов. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте. Сегодня про погоду. На ближайшие дни расскажу я, Даниэр Резванов. 31 марта, в среду, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха ночью со 100 минус 5 градусов. А днем плюс 2 градуса. Ветер умеренный 2 метра в секунду. 1 апреля, в четверг, ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью 0 градуса. Днем плюс 5 градусов. Скорость ветра 8 метров в секунду. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Загадконтора закупает дорого макулатуру. Картун-архив. Улица Вахитова, 32. 8 927 673 1628. Банк России напоминает. Не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно. Загадконтора закупает дорого макулатуру. Картун-архив. Улица Вахитова, 32. 8 927 673 1628. Продолжение следует... Здравствуйте! Сегодня в нашей передаче мы расскажем вам о волонтерах, о людях, которые неравнодушны к чужой беде. В нашем городе есть бавлинцы, которые пытаются помочь животным. Волонтерское движение в нашем городе по спасению усатых и хвостатых зародилось не так давно, но успело собрать уже более 50 неравнодушных людей. Для достижения цели они не жалеют ни сил, ни времени, ни денег. Домой! Граф живет у волонтера Натальи совсем недавно. Этот добродушный и слегка наивный пес попал в беду. Несколько месяцев назад его сбила машина. Его сбила машина в районе нити-провода. Позвонили с вахты КРС. То есть знакомые нашей группы сказали, что вот пришел громадный пес, который, видимо, всему вот, что он просит о помощи. У него большая была рана до кости, которое невозможно было сошить. То есть мы возили его в ветеринару. И двух ветеринаров нам сказали, что невозможно. То есть нужно постоянно делать укол антибиотики два раза в день. Я делала перевязки различной антибиотики, то есть чередуемые перевязки. И со временем мы начали замечать тенденцию, что у него эта рана начала сужаться. Граф будет находиться у Натальи, пока полностью не поправится. А потом волонтеры планируют пристроить его в добрые и заботливые руки. К слову, у Наташи живут еще пять питомцев, уже из семейства кошачьих. Этого кота зовут Каспер, и у него нет одного глаза. Второй также видит плохо. Этого ласкового мурлыку несколько лет назад Наташа также подобрала на улице. И настолько привыкла к нему и полюбила, что решила оставить его себе. Признается, что любовь к животным зародилась у нее еще в детстве. Уже тогда она пыталась им помочь. Не могла пройти мимо, если кто-то из них попал в беду. Но, как говорится, один в поле не воин. Поэтому Наташа решила найти таких же неравнодушных людей. Теперь вместе решать проблемы четвероногих друзей проще. Вместе они покупают своим подопечным корм, лекарства, привозят их в ветеринарную клинику, делают перевязки, уколы и другие процедуры. Каждый член команды готов взять домой погасить очередного найденыша. А в специальной группе идет постоянный обмен новостями. Договариваются, кто поможет поймать животное на улице, готов вымыть его, кто расклеит объявление, предоставит транспорт, сфотографирует питомца для сайта, чтобы быстрее нашелся хозяин. У нас имеется своя группа WhatsApp, которая за три месяца набрала хороших, добрых людей. В этой группе мы обсуждаем, планируем все наши действия. Особенно переживают сейчас волонтеры за судьбу собаки Веры. В данный момент она находится на передержке в одном из сел Бавлинского района. Как говорят волонтеры, ее нашли в довольно плачевном состоянии, и она нуждалась в немедленной помощи. Волонтеры надеются, что со временем Вера поправится, и ей также смогут найти любящего и заботливого хозяина. В добровольческой группе есть студенты, люди среднего возраста и даже пенсионеры. И все они схожи во мнении. Для доброго и неравнодушного сердца нет разницы, кому помогать. Если помогать, то всем. К счастью, в нашем мире есть такие чувства, как доброта, милосердие и сочувствие. Волонтеры живут этими чувствами. Они готовы оказывать помощь, участвовать в проблемах других, потому что им не все равно. Потому что я люблю, жалею, потому что я, наверное, человек, а кто им поможет. Потому что им тяжелее, чем нам. Им тяжелее, у них нет денег, нет ничего, ну это понятно. И они не могут добыть себе еду, что-то. Какая-то социализация должна быть. Поэтому мы своим умом понимаем, что надо как-то помочь. Наша волонтерская группа стерилизует кошечек. Потом они на передержке. Многие кошечки, почти каждую неделю. У нас есть девочки на двух машинах, которые возят их. И мы собираем с группой денежку. И на стерилизацию, на передержку. И хотим пристроить. И собачек мастерили, девочек. Потом, чтобы не то, что они, чтобы размножали, чтобы хотя бы жили они, чтобы много не было у нас бездомных животных. Вот на этом делаем акцент. Впереди еще очень много работы, значительные результаты которых будут ощутимы позднее, не сразу. Но начало положено. Многих животных уже удалось пристроить. Правда, не все еще нашли любящих хозяев. Люди с добрым сердцем К нам идут со света И с доброво вставшие С Богом по тому Субтитры создавал DimaTorzok